Владивосток еще в конце лета накрыло волной суровых испытаний под названием «Гонка героев». Приморская столица уже не в первый раз проводила у себя эти соревнования, в которых участники проверяют себя на прочность в прямом и переносном смысле. Кроме любительских забегов, так сказать, ради забавы, на полигоне Горностай проходил и отборочный этап самого что ни на есть чемпионата. Каждый город, принимающий гонку, предоставлял шанс командам испытать себя по настоящим правилам и с учетом времени. Победитель региональных забегов отправлялся на финал в Москву. Во Владивостоке таким счастливчиком оказался 22-й взвод. В первую очередь, я думаю, это большая мотивация всех нас и капитана команды, которая собрала такую классную группу людей, единомышленников с настроем победить. И, как вы, наверное, уже знаете, победило два взвода, то есть третье место занял взвод, где даже прекрасная ледь была. Поэтому мы выиграли со сгромным счетом, временем на 10 минут впереди в предыдущую команду. Ребята готовились основательно. В состав был даже особый отбор. Илья, как капитан, решил собрать только самых смелых из своих знакомых и друзей. Таким образом удалось укомплектовать взвод и обычными людьми, и даже профессиональными спортсменами. Команда абсолютно сборная. То есть там есть и боксеры, есть и самбисты. Вот Роман и Виктор. Ну, это два мастера спорта у нас. Я занимаюсь всем подряд. То есть я и бегаю, и плаваю. Ну, во многих соревнованиях участвую. Там также и по единоборствам. На Владивостокской гонке чистое время у ребят составило 36 минут. Для сравнения, среднестатистическая команда пробегает всю трассу примерно за полтора часа. Но на полигоне Алабина такие результаты даже не виднеются в таблице лидеров. 20-ти километровая трасса с более чем 60 испытаниями поддалась большинству лишь за три часа. Вдобавок погода в Москве на день соревнований подкинула проблем. Москва нас встретила очень прохладно. Мягко говоря, то есть погода была очень не соревновательная. Но это добавило пикантности, я так скажу, нашим соревнованиям. То есть было очень холодно, было много водных препятствий. Водные препятствия – одно из тех, что запомнилось, я думаю, практически всем, кто там участвовал. Погодные условия не позволяли сделать это в более комфортном состоянии. Из-за температурных режимов они были 7-8 градусов. И большая часть препятствий в конце, она была в воде. Соответственно, вода очень холодная, были судороги, ноги сводила и так далее. Увы, но выматывающие испытания и неудачный для гонки холод не дали приморцам заявить о себе и попасть на пьедестал. Победителями суперфинала стала команда инженеров из Москвы. Владивосток же расположился только на 10-м месте, что тоже повод для гордости, учитывая, что всего было более 50 команд. Дорабатывать в любом случае будем, то есть будем укреплять команду. Готовиться уже сейчас начинаем, то есть тренировки. Ну, сделаем акценты на слабых местах, это в первую очередь. Будем подтягивать бег, ну и где-то физику. Соревнования в Приморье вернутся уже в следующем году. Организаторы не исключают, что во Владивосток может прийти и ночная разновидность гонки героев, и гражданский вариант – гонка без участия военных. Не исключено и то, что в следующем году площадкой проведения соревнований может стать Остров Русский. Максим Яковлев, Игорь Болтов, новости спорта на восьмом.